Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. В сегодняшнем видео мы устроим битву между двумя интересными и востребованными настольными USB микрофонами от Maono и Fifine, чтобы посмотреть на что они способны и выбрать лучший. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сегодня на обзоре сойдутся в битве два микрофона, Fifine K670 и Maono AU902, он же Fairylight. И да, что касается Fifine K670, он уже второй раз оказывается на нашем обзоре, с той лишь разницей, что это модель с литерой B в названии. Это во-первых говорит о его полностью черном цвете, а во-вторых о том, что это обновленная версия. Признаюсь честно, мне очень понравился микрофон во время его первого обзора. С ним, кстати, рекомендую ознакомиться вот по этой ссылке. Там мы сравнивали его с моделью K669. И единственное, что меня тогда смутило в этом микрофоне, это шум по питанию. Надеюсь, в обновленной версии с этим поработали. Что касается микрофона Maono AU902, он попал на обзор по двум причинам. Первое, многие зрители просили взять на обзор микрофон данного производителя, и конкретно эту модель в частности. Ну а второе, данный микрофон очень мне понравился в плане дизайна и функционала. Очень надеюсь, что и звук окажется достойным. Оба микрофона находятся в одной ценовой категории до 50 долларов. Оба USB микрофоны, оба имеют регулировку чувствительности, и гнездо 3,5 мм для мониторинга звука онлайн. Всё это позволит сравнивать микрофоны лоб в лоб. Приезжают микрофоны в достаточно крепких картонных коробках с поролоном внутри. У обоих в комплекте настольная подставка с круглым основанием, инструкции на английском языке и съёмные USB кабели. Тут всё похоже. Правда, есть и маленькое отличие. В комплекте с Maono положили гарнитурные наушники. Теперь пройдёмся подробнее по микрофонам. И да, если вам обзор внешнего и внутреннего устройства не интересен, загляните в описании. Там есть тайм-коды. Что касается K670, о нём я подробно рассказывал раньше, поэтому сейчас не будем на нём долго задерживаться. Это довольно симпатичный и минималистичный микрофон в полностью металлическом корпусе. На передней стороне находится регулятор чувствительности, а на задней гнездо для подключения наушников. Подставка сделана из металла и пластика, а её высоту можно изменять за счёт добавления или удаления секций стойки. Что касается комплектного кабеля, то он имеет длину 2 метра и стандарт USB-A на USB-B. В общем, если хотите подробнее, ссылка на первый обзор в описании, там мы его даже частично разобрали. А вот с Maono Fairy Light мы встречаемся впервые, так что рассмотрим его поподробнее. Как и в случае с конкурентом, этот микрофон собран полностью из металла. Металлический тут и корпус, и сетка, и подставка. Металл облачён в чёрное, матовое и слегка шершавое покрытие. Высота микрофона с подставкой составляет 168 мм, а ширина в самом широком месте 82 мм. Ну а размер самого микрофона 120 на 50 мм, при этом вес составляет 405 грамм. Верхняя часть микрофона сформирована из металлической сетки, которая по непонятной мне причине интегрирована в корпус с некоторым смещением рисунка. Мои близкие говорят, что это мелочь, но лично меня это дико раздражает. Далее раздражающая сетка переходит в металлический стакан корпуса микрофона, зафиксированный между двумя стойками подставки. На передней части микрофона расположены два регулятора. Верхний изменяет громкость микрофона, а при нажатии отключает микрофон. В этот регулятор интегрирован двухцветный LED-индикатор состояния микрофона. Второй регулятор уже не имеет индикаторов и меняет громкость на выходном гнезде для наушников. Само гнездо помещено на заднюю сторону и имеет формат джек 3,5 мм. Чуть ниже находится гнездо USB Type-C для подключения кабеля. Удивило, что кабель в комплекте имеет длину всего метр, это на мой взгляд очень мало. Что касается подставки, то за ее счет мы можем менять только угол наклона этого микрофона. Изменение высоты не предусмотрено. Открутив основание, обнаруживаем у подставки внутреннюю резьбу, позволяющую при необходимости разместить микрофон на пантографе. FIFINE, естественно, также можно установить на пантографе. Ну и раз уж раскрутили подставку, разберем и весь микрофон полностью. Для начала выкручиваем винты, за счет которых микрофон присоединяется к подставке. Далее откручиваем донышко микрофона и выкручиваем открывшиеся винты. Далее снимаем регуляторы громкости, они тут кстати пластиковые, но по фактуре и цвету не отличаются от корпуса микрофона. Далее извлекаем внутренний пластиковый скелет устройства с установленными на нем платами и микрофоном. Лично мне сразу в глаза бросилось качество сборки и пайки, все очень аккуратно и качественно. Ну а оценку элементного наполнения оставляю на ваш суд. Сам микрофон расположен на резиновом подвесе и это реально крутое решение. Резиновый подвес это отличный виброизолятор. На задней стороне меня ждал интересный сюрприз в виде потайного переключателя и пары пятачков, в том числе и под второй микрофон. Судя по пиктограммам и работе переключателя, с ним я поэкспериментировал. Производитель планировал сделать микрофон с переключателем для двух режимов. Кардиоидно направленного микрофона и всенаправленного микрофона. Почему идея не была воплощена в жизнь, загадка. Может быть это просто задел на будущее. Что касается сетки, то у обоих микрофонов она состоит из толстой наружной и внутренней металлической сетки, а у Maona также присутствует внутренний поролоновый фильтр. Сам микрофон, поправьте если я ошибаюсь, капсульный и он значительно меньше, чем микрофон у конкурента. Причем у FIFINE подключение осуществлено за счет экранированного провода. На этом с внешним обзором закончили. Как по мне оба микрофона выглядят здорово и вполне могут стать в некоторой мере украшением вашего стола. Что касается характеристик, перечислять их большого смысла нет. Понаписать то можно что угодно. Но вот показать их все же стоит. Сейчас перед вами информация из инструкции обоих микрофонов. И вот теперь наконец мы можем перейти к реальным испытаниям. Сейчас я пересяду за рабочий компьютер и мы послушаем на что способны эти микрофоны. Но перед этим оговорюсь, запись я буду производить в совершенно обычной квартире без ковров и акустических примочек. С работающим системником под столом и соседями, которые похоже постоянно снимают обзоры на перфораторы. Для записи и обработки аудио использовать буду программу Audacity. Для дальнейшего просмотра настоятельно рекомендую одеть наушники. Для начала изучим шум микрофонов. Сейчас перед вами два трека. На верхнем записан шум K670, а на нижнем AU902. В данном случае регуляторы громкости на самих микрофонах были выставлены на максимум. А громкость микрофона в Windows я менял каждые 5 секунд шагом в 10%. Так сразу заметно, что сам шум и реакция микрофонов на изменение громкости очень отличается. FIFINE начинает заметно шуметь лишь 70% громкости. Давайте его послушаем. Ну а Маоно заметно шумит с самого начала, но не так сильно шумит на максимальных значениях регулятора. Послушаем и его. По итогу результат интересный и странный одновременно. Далее я решил уже регулятор в Windows выставить на 100%, а громкость регулировать на самих микрофонах. Так как выставить точное значение сложно, я записал только 4 образца шума с шагом в 25%. Слушаем FIFINE. И теперь Маоно. Если честно, данный тест также не выявил фаворита, а только еще больше меня запутал. Очевидно, что нужно регулировать громкость и в Windows и на самих микрофонах, что я и сделал. По итогу я настроил микрофоны до их рабочего состояния, выбрав их положение относительно источника звука. И найдя такое соотношение уровня громкости в Windows и на самих микрофонах, при котором меня будет отчетливо слышно и при этом шум будет минимальным. Так для FIFINE рабочим оказался уровень громкости в Windows в 80%, а уровень громкости на самом микрофоне в 60%. Давайте послушаем демо шума в таком режиме. А вот Маоно оказался заметно менее чувствительным, поэтому мне пришлось выставить уровень громкости в Windows в 100%, а уровень громкости на самом микрофоне в 75%. Иначе, либо шум слишком сильный, либо меня слышно слишком слабо. И вот такой результат по шуму. По итогу FIFINE в рабочем режиме шумит всего на минус 58 дБ, в то время как Маоно аж на минус 52 дБ. Если увеличить масштаб графиков, видно, что шум Маоно примерно в два раза больше и имеет перепады. А вот FIFINE очень приятно удивил крайне низким шумом и отсутствием того косяка, который так сильно напрягал меня при первом обзоре. Теперь давайте послушаем короткий тест микрофонов без шумоподавления, а затем с шумоподавлением. Итак, микрофон FIFINE и запись без шумоподавления. Раз-два-три, раз-два-три. Проверка качества звукозаписи на микрофон FIFINE K670. Расстояние до микрофона примерно 35 сантиметров. Уровень громкости микрофона в Windows 80%. Уровень громкости микрофона на самом микрофоне примерно 75%. Раз-два-три, раз-два-три. Теперь тот же самый трек, только с шумоподавлением. Кстати, шум я убирал встроенными средствами Audacity. Настройки программы сейчас перед вами. Раз-два-три, раз-два-три. Проверка качества звукозаписи на микрофон FIFINE K670. Расстояние до микрофона примерно 35 сантиметров. Уровень громкости микрофона в Windows 80%. Уровень громкости микрофона на самом микрофоне примерно 75%. Раз-два-три, раз-два-три. Теперь Maono без шумоподавления. Раз-два-три, раз-два-три. Проверка качества звукозаписи на микрофон Maono Fairy. Расстояние до микрофона примерно 30 сантиметров. Уровень громкости микрофона в Windows 100%. Уровень громкости на самом микрофоне примерно 75%. Раз-два-три, раз-два-три. И теперь с активным шумодавом. Раз-два-три, раз-два-три. Проверка качества звукозаписи на микрофон Maono Fairy. Расстояние до микрофона примерно 30 сантиметров. Уровень громкости микрофона в Windows 100%. Уровень громкости на самом микрофоне примерно 75%. Раз-два-три, раз-два-три. И опять же, после этого теста чувства у меня смешанные. Ну с K670 всё понятно, уже сейчас мне ясно, что это просто потрясающий микрофон за свои деньги. Шум минимальный, качество звучания детальное и достоверное. А вот с Maono всё сложнее. С одной стороны, без шумодава использовать его нереально, шумит он знатно. С другой стороны, убрать этот шум можно в пару кликов, а некоторые программы, работающие с микрофоном, и вовсе могут делать это на лету. Так вот, когда шум убран, его звучание в некоторых частностях нравится мне даже больше. В общем, я в замешательстве, и явного лидера назвать пока не могу. Давайте ещё немного послушаем микрофоны. Вот тут я записал отрывок из книги, и буду попеременно воспроизводить его то с FIFIN, то с Maono. Первые четыре отрывка без шумоподавления, а далее с активным шумодавом. Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живётся труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живётся на свете гражданам Барану, Баранчику и Барашику. Власть фамилий над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран, если и спасётся от скарлатины в детстве, то всё равно проворуется и зрелые свои годы проведёт в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен товарищ Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах НЭПа. Герою нашего повествования досталась благонадёжная ручейковая фамилия Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные смешные положения, в которых барахтаются бараны, баранчики и барашики. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина. 15 июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Печеслава выдавали полумесячное жалование. Булыжные мостовые бросали зеркальный отцвет, перебегавший под карнизами немудрённых печеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади, в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларёк. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая, была кратка. Ящик для жалоб. Вторая была в стихах. Остановитесь, потребители. Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли? В Печеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан. Егор Карлович Филюрин торопливо подошёл к зашевелившемуся папироснику. Купил 25 штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил её в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жёсткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки, или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами «Сегодня никаких недочётов не выявлено. Е. Филюрин». Вот теперь давайте подводить итоги, хотя полной ясности лично у меня всё ещё нет. Начнём с Маону и его плюсов. Так я могу похвалить данный микрофон за отличный дизайн, приятные материалы и качественное исполнение, а также подключение по Type-C кабелю. В этом плане он понравился мне больше конкурента. Также плюс за два регулятора для микрофона и наушников, и функцию отключения микрофона нажатием на верхний регулятор. Звук могу похвалить за глубину, объём и насыщенность, а из минусов могу выделить короткий комплектный кабель и шум по каналу мониторинга. Шум самого микрофона также запишем в минус, хотя, повторюсь, убрать его несложно, но всё же конкуренту в этом плане он сильно уступает. Так, к примеру, в приложении Streamlabs OBS после активации фильтра шумоподавления микрофон Maono Ferry звучит как-то так. Как видно, приложение отлично справляется с врождённым шумом микрофона, и на выходе мы получаем очень даже неплохое звучание. Ещё хочу придраться к детальности. Она и так у микрофона не самая высокая, так ещё и шумоподавление будет неизбежно отъедать детали, замыливая звучание. Теперь Fifine K670 и его плюсы. Несмотря на то, что внешне Maono понравился мне больше, всё же и Fifine выполнен очень достойно. Сдержанный лаконичный стиль и качественное исполнение точно порадуют многих. Далее, огромный плюс за шум микрофона. По сути, он настолько мал, что этот микрофон вполне можно использовать без дополнительного шумоподавления. Также, чувствительность Fifine намного выше, и при желании вы можете отодвинуть его дальше от источника звука. Он вполне стерпит даже 50-60 см при незначительном повышении шума. А вот с Maono такой фокус не пройдёт. Для него 30-35 см – это предел. Возвращаясь к плюсам Fifine, его я также хвалю за высокую детальность и отличную достоверность. И да, его мониторинг работает лучше, хотя и не хватает регулятора громкости, как у соперника. Из минусов отмечу, разве что устаревший штекер USB-B, и на этом, пожалуй, всё. Даже как-то не знаю, до чего ещё докопаться. В общем, ладно, совершенно всё равно, какие там плюсы и минусы выделил я. Главное, что вы сами всё видели и слышали, так что и решение принимайте сами. Совершенно точно, вы вряд ли пожалеете, что купили тот или иной микрофон из этого обзора. За свои деньги звучат они оба достойно и вполне подойдут, к примеру, начинающему стримеру или блогеру. Ну а те, кто занимаются звуком профессионально, вряд ли вообще станут смотреть в сторону USB-микрофонов. Так что я на сегодня закругляюсь. Если понравился обзор, не забудьте про лайки, репосты и комментарии. А хотите поддержать нас ещё сильнее, отправляясь спать, запустите на ночь плейлист со всеми нашими видео. Пускай YouTube обалдеет от такой активности и начнёт уже рекомендовать наш канал другим пользователям. В общем, до встречи в будущих обзорах. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.